Всем приветики! Хотелось сегодняшний влог недельку начать с того, что я вернулась из магазина и как раз вот только сделала фотографию и показать, что я себе купила. Я, по-моему, не рассказывала еще, как у меня приключилась со мной ситуация в Испании, что я не попала в дьюти-фри, но это отдельная история. И, в общем-то, что мне нужна была пудра. Я сегодня купила в итоге от, да, у меня тут след от лайнера, от Clorans. Я купила вот такую вот пудру. И, ну, конечно, я ее еще даже не тестила. Такая упаковочка, которая очень сильно пачкается. В принципе, я думаю, что в Clorans я вряд ли разочаруюсь. Попробую, расскажу. Так, ну это у меня здесь для фото, кстати, да, вот мой любимый сейчас такой вот браслет. Это на выставку привозили эксклюзивный браслет и сережки. Это у нас для, по-моему, это Givenchy делали. Ну, в общем, да, это не бижутерия. Дальше. Мне дали за пудру кинзу, два пробничка. Мне очень, кстати, нравится. Блин, один аромат. Ну, не знаю, подружка говорит, что очень быстро выветривается, но я все равно хочу. Потом я хотела научиться пользоваться вот таким вот обычным лайнером. И взяла недорогой бюджетный вариант от Ardeco. Вот мне понравился, в принципе, фломастер такой. Мне посоветовала его девушка, продавец-консультант. Я сначала хотела взять L'Oréal, но она меня переубедила. Да, а, нет, мне вот это дали, кстати, за другие покупки, за лайнер и за Sleek. А в Эльдоботе мне дали вот эти салфетки за пудру. Вот, потом, значит, я увидела, я давно, вернее, смотрю на вот эту вот палеточку от Sleek. Вот так вот она выглядит. Придание формы лицу, так называемое. В общем, здесь контурирование. И, знаете, я пока не уверена, подойдет мне или нет. Но на первый взгляд мне очень нравится. И хайлайтер, смотрите, какой насыщенный. Румяна вот такие у меня есть от Ardeco. Очень-очень красиво смотрится. Сейчас попробую я это, вот так чуть-чуть я перенесла на руку. Ну, вот видно, что, в принципе, красиво очень так переливается. В общем, буду пользоваться, смотреть. Все, конечно, потом вам покажу. Косметики собралось очень много. И есть о чем вам рассказать. И хотела показать еще одну покупочку. Мне нужна была обувь какая-нибудь на каждый день. И я взяла... Я хотела яркое. Мне важно было, чтобы это было под все. Купила на такой вот танкетке. Очень легкие, очень удобные. Мне они понравились. Колебалась между еще одними. Но все-таки те были такие больше не на каждый день, скажем так. А там более тяжелый каблук и так далее. В общем, мне нравятся очень. Вот такие вот удобные. В самый раз и под джинсы, и под юбочки, где-то и под платье. В общем, под все. Это я тоже делала фотку. Вот у меня валяется колечко и браслетик. Вообще, мне очень нравится. Тоже еще индийские камни. Вообще, балдею с них. Вот этот мне нравится. Как он интересно переливается. Вчера, кстати, да, еще делала себе маникюр. И по поводу чат Нойра хотела сказать. Вот сейчас у меня тоже на ногтях. Я же поехала, сделала себе маникюр. Девчонки, я один раз у меня какой-то из ногтей, не помню. Чуть-чуть откололся. И я просто подкрасила. Я проходила 12 дней вообще спокойно. Так, я себе сейчас делаю смузи. Взяла, нарезала я банан и яблочко. И залила это все вот таким вот активиазлаки моим самым-самым любимым. Очень люблю. Сейчас это все буду взбивать я в блендере. Ну, так я думаю, на кружечке две небольшие хватит как раз. Нямка. Ну что ж, мой смузи готов. Девчонки, советую попробовать сделать так яблоко, бананчик и вот какой-нибудь йогурт. Или так, как я. Потому что это очень-очень вкусно. Вот я себе уже налила. Не буду пить. Это скорее вообще супер. Так, у меня полным ходом здесь идет съемочный процесс. Сегодня сейчас что-то я сняла одно видео, выстраивала свет. Думаю, что-то не так. Мне кажется, в общем, у меня здесь вокруг такой полный бардак. Все валяется. Я рассказывала про покупки. Да. Вот. Сейчас буду готовиться к следующему видео. Хотела показать две свои обновочки еще. Это вот такая вот кофта, футболка. Не знаю даже. Ну что-то такое, в общем, от спортивного больше типа. Здесь кармашки, капюшончик. Под джинсики. Думаю, отлично будет. Самый раз. Сегодня мама притащила. Сзади абсолютно так же сделала. Мне нравится цвет. Вообще тематика такая. Прикольно. И вот такая вот сумочка. Силиконовые сумки еще у нас, по-моему, в прошлом. Нет, позапрошлом даже году, как вошли они в моду. И, ну, да, типа написано Givenchy, конечно. Никакой не Givenchy. Обычная вот такая силиконовая сумочка. Но мне очень-очень нравится, что она такая яркая. Такая вот вся прям веселенькая. И можно таскать вот так вот ручки. А есть еще, если обратили внимание, по бокам для более длинного ремешка. Где-то он здесь внутри. Вот, кстати, да, внутри ничего в ней нет. Просто как такая вот сумка, ни кармашков, ничего. И можно вот так вот будет по бокам прицепить. И, например, ну, я так не люблю вообще таскать сумки. Мне очень нравится. Она прикольная такая вообще. Я себе для волос сейчас такую вкусняшку здесь сделала. Буду в кожу головы втирать. В общем, основа в основном здесь у меня Натура Сибирика, облепиховый комплекс. Чуть-чуть масла ЖЖБА, касторовое масло. Органового три помпы выдавила для блеска. И 15 капель масла Бэй. Сюда вот я все это сейчас смешаю и буду втирать волос. Я думаю, волосы мне точно скажут. И кожа головы спасибо. Я сижу, видео монтирую. Сейчас уже через пару минут буду его выкладывать. Положила также себе черешенки. Намыла его. И вот какая-то плохая попалась. Сейчас буду кушать. Вообще я терпеть не могла всегда фрукты. Но что-то в этом году я прям стала кушать. Я и в Испании дыню, и ананас постоянно кушала, и бананы. И здесь тоже вот сейчас кушаю. Так, у меня здесь зеркальце стоит. Как всегда, гигиеничка. И да, сейчас буду дальше монтировать другие видео. Ну и сама сижу такая красотень. С маской, с маслами на голове, с гамажиком на лице. И знаете, мне пришла такая мысль в голову, что и маме такая говорит, слушай, как мне? Я не знаю, девчонки, мне интересно ваше мнение. Я хочу отрастить челку. Хочу ходить без челки. Думаю, больше ее не стричь. Что думаете на этот счет вы? Мне кажется, я выгляжу, конечно, намного взрослее. Но у меня вроде лоб у меня узкий довольно-таки. Как бы по идее мне все это должно идти. Вот очень-очень интересно ваше мнение. Сейчас налила себе кофе и вспомнила, что хотела вам показать вот такой вот сироп. Я переверну вам жизнь. Вообще обалденный, просто натуральный. В нем нет сахара, он идет без сахара. У меня просто закончился мой сахарозаменитель, который я брала на iHerb. И дело в том, что думаю, ну надо что-то. И купила этот просто шикарный. Вообще сахарозаменитель мне идет, но буду чередовать. Вот дома, думаю, буду пить именно вот с таким сиропом. А на работу уже куда-то брать с собой сахарозаменитель. А вы пьете какие-нибудь сиропики? Сижу сегодня на работе. Хотя суббота, 14 число. Борюсь со своими волосами. Что-то они у меня опять стали после Испании. Жирнится сильно. Надо чайное дерево и розмарин начинать опять добавлять. У меня горло чуть болит, что-то першит как-то. Не знаю, у нас холодно опять. Я сегодня даже кофточку надела. И сижу, отвечаю сейчас на ваши комментарии, заряжаюсь позитивом. Честно говоря, я до сих пор не разобрала все комментарии, как приехала из Испании. Очень тяжело. Вконтакте разобралась, в одноклассниках разобралась. На ютюбе наполовину, плюс еще почта. В общем, да. Иногда немножко расстраиваюсь. Но в каком плане? Знаете, когда сажусь, думаю, господи, где столько времени взять. Пойду сейчас поставлю чайник, потому что прям сильно горлышко начинает болеть. Помните, я вам показывала как-то в саду, что папа там клубничку тяпал. И вот целая полная раковина. Не всю уши ее побила. Конечно, не такая крупная, но очень вкусная. Две штучки попробовала. Больше не ем, потому что у меня аллергия. И уже почти чашечка еще. В общем, вот он ее тут перебирает. Вон как.